Министерство перегруппировки Кульминация наступлений в СУ произойдет уже в этом месяце, говорят в Институте изучения войны. Украинская армия стремительно продвигается к Херсону, однако не все места еще можно называть. У Фрика Стримаусова другая информация. Мирные жертвы атаки в Запорожье и области, о которых не расскажут пропагандисты РАШ-ТВ и Минобороны. Россия разрушила несколько многоэтажек. Спасатели продолжают вытаскивать людей из-под завалов. Мы бежали от оккупантов, а оккупанты пришли к нам только ракетой. Россия уже чует неладное, заявляет на весь честной народ саммита G20, что серьезно готова к переговорам. Пока что на уровне парламентов. Мы за переговоры, мы за диалог. Ничего меня так не радует, как ваши лайки и комментарии под нашими видео, только они вдохновляют меня на работу для вас, поэтому не забудьте о своей важной миссии. Поставьте лайк этому выпуску или напишите комментарий. Нашей команде очень важна ваша поддержка. А теперь вперед к новостям. То, что украинская армия насыпает оккупантам перцу на хвост, это еще цветочки. Кульминация наступления украинцев на Востоке еще впереди, сообщает Институт изучения войны. И вскоре украинская армия может освободить всю Луганскую область. После потери большей части оккупированных территорий в Харьковской области, россияне не смогли закрепиться на естественных рубежах реках Оскол и Северский Донец. В результате украинцы очистили восточный берег Оскола, форсировали Северский Донец и взяли лиманные территории вокруг него. А дальше перед ними таких препятствий нет. Ландшафт на западе Луганской области подходит для тактики молниеносных маневров, которые украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября. А из открытых источников не видно, чтобы российские военные существенно укрепили запад Луганской области. Кроме того, украинцы одновременно ведут наступление и на юге. И это заставляет Россию выбирать, где больше укреплять оборону, а где меньше. Но в итоге растет вероятность успеха украинцев на обоих направлениях. В Херсоне снова пролетело по знаменитому Антоновскому мосту. Но одиозный херсонский мандревник Стримаусов утверждает, у него все под контролем. А вот как выглядит карта на юге после контрнаступления ВСУ на херсонском направлении. Нововоскресенская, Петропавловка и Новогригорьевка снова с Украиной. Мы говорим, что на сегодняшний момент все для нацистов остановилось, потому что они уперлись в линию обороны. Мы не сдавали Давыдову Брод, мы не сдавали Большой Александрку или Великой Александрку, мы не сдавали Дучаны. Мы просто перегруппировались, и если кому-то не нравится это слово, перегруппировались. Потому что благодаря перегруппировке мы сохранили жизни наших воинов, наших парней. Которые на сегодняшний момент сдерживают натиски всех тех нацистов и всей той орды, которая в лице НАТО, автомобилей, танков, бронемашин, прут на территорию Херсонской области. Нет, это не паника, друзья, это объективная реальность. Россия рассматривает направление Новой Каховки как серьезную угрозу. По данным британской разведки, у рашистов там большие проблемы. ВСУ на юге продвинуло фронт на 20 километров. У оккупантов есть два варианта – отвезти армию через Днепр или принять политическое решение и остаться на месте. Россия направила на оборону Херсона большую часть своих недоукомплектованных десантников. Но и их сил явно не хватит. ВСУ с начала октября освободили из-под российской оккупации более 400 квадратных метров в Херсонской области, сообщает оперативное командование ЮГ. Но обо всем нужно говорить постепенно. Населенных пунктов намного больше, но мы не называем их, не акцентируем на них внимание. Если вы внимательно следите за нашей работой и за географической картой, то можете видеть, что многие населенные пункты окажутся под большим обстрелом врага. И силы, которые еще сконцентрированы на правом берегу, они будут реализованы очень мощно. Поэтому мы продолжаем работу по деморализации врага и уничтожению его запасов и логистики. И таким образом мы можем продолжать свою наступательную операцию. С начала полномасштабной войны Россия оставила в Украине больше вооружения, чем передали Киеву западные страны. Об этом сообщает Wall Street Journal. По открытым данным, проект Орекс вычислил, что в СУ захватили 460 российских танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 бронированных машин и 44 реактивные системы залпового огня. Это больше, чем в Украине поставили все союзники. Издание обращает внимание на то, что эта информация была собрана по открытым источникам. Следовательно, реальное количество захваченной техники может быть и выше. На днях глава Николаевской области Виталий Ким вложил видео с Херсонщины. Российский танк с белой тряпкой сдался в плен вместе с экипажем. Три человека погибли, 12 госпитализированы и среди них двое четырехлетних мальчиков. Такие результаты атаки рашистов по Запорожью. Там продолжается спасательная операция. Жертв может быть и больше. Личности двоих погибших мирных не установлены. Вот что врет Канашенков. Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожье. Люди просто мирно спали ранним утром и не знали, что российское минубийство обозначило их дома как склады боеприпасов. Напуганного 13-летнего мальчика спасатели снимают с верхнего этажа с помощью пожарной лестницы. Они с отцом переехали из оккупированного Днепрорудного. Отец Влада успел вынести из разрушенной квартиры две сумки и кошку. В это время спасатели пытаются достать из-под завалов их соседа. Мужчине зажало ноги. Мы бежали от оккупантов, а оккупанты пришли к нам только ракетой. Сначала не понял ничего. Я успел одеяло на себя накинуть и осколки на меня полетели, все было как в тумане. Двери у нас согнулись буквой Л. Еще окна повыбивало. Ну и балкон, повыбивало окна. А вот очередной подвиг российских вояк. Пятая редакция показала видео с разбомбленной несколько дней назад фермы в Запорожской области. Ее собственник Владимир Миргородский показал все, что осталось от дела его жизни. Склады с зерном разрушены под завалами поросята. Селяне собирают пшеницу в перемешку с кусками штукатурки и кирпичей. Мужчина в отчаянии, еле сдерживает слезы, убытков на 4 миллиона гривен. Это смысл всей моей жизни. Я когда был помоложе, я по России много поездил. У них возле Москвы за 20-30 километров нет газа в селах. Они приезжают сюда, смотрят и глаза на лоб лезут, как живут селяне у нас. Пусть убираются отсюда. Не нужно нас не освобождать, не нам помогать, пусть у себя наведут порядок. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав парламента ФГ-20 в Индонезии срочно сесть за стол переговоров. Верная сторонница Путина давно забыла о своих украинских корнях и бодро топит за Крым наш аннексию и рассказывает про неонацистов. Ну а теперь ботоксная парт-тетя поджала хвост и внезапно заговорила о переговорах. Звучит это примерно так. Мы убиваем ваших жителей, аннексируем вашу землю и уничтожаем ваши города. А когда запахло керосином, ну давайте же договариваться. Ну вот давайте прямо сегодня на площадке парламентской 20-ки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности. И последнее, что я хочу сказать. Россия предлагала неоднократно переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса. И мы уже достигли практически договоренностей в Стамбуле, готовы были двигаться. Но, к сожалению, Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей. Мы снова говорим, мы за переговоры, мы за диалог. Александр Григорьевич объясняет базовые законы экономики своему Кабмину. Синьпалый диктатор провел совещание с экономическим блоком страны, рапортуют пропагандисты Пула Первого. Лукашенко был зол и не весел. Молчать! Молчать! Так вот, знатный экономист обвинил правительство в том, что они взвинтили цены на подросшие куруса, когда рубль укрепился, открутить ценник забыли. Почему не подняли гвалт и не восстановили справедливость, недоумевает бульба фюрер. И запрещает поднимать цены. Прикорытники все записали. Бабушки на лавках довольны. Вот урок экономики от разбушевавшегося диктатора. В этой речи прекрасно все. И дохлая курица, и математика, и всякие там кредиты. Целая тушка цыпленка стоит 2 рубля, а пополам расчлененная 5 рублей, к примеру. А что случилось? Что произошло? Почему в 2-3 раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали. И что? Это не видят министерство сельского хозяйства, вице-премьер и торговля. Вы что этого не видите, пока вас люди не ткнут вашим лычем в эту проблему? Министр торговли, которого я напрочь не вижу. Я тебе про назначение поручил. Предпринимай любые меры. Если кто-то мешает, докладывай напрямую. Где твое шевеление? Да, ваш Борис Владимирович. Руководство властей, комитеты государственных контролей, депутаты, профсоюзы. Кто же вам еще нужен для того, чтобы навести порядок? Вы что, хотите надо мной поиздеваться? Вы из меня идиота хотите сделать, что я с поля должен ехать просить газ, нефть и прочие там кредиты, а потом бежать в магазин цены контролировать? Так нахрена вы мне нужны тогда? Тонкий троллинг для новомобилизованных с московских болот. Прямо на построении зажигательная певица в белой форме завела воякам песню украинской поп-звезды по фамилии Могилевская. Некоторые даже подтанцовывали. Американский миллиардер Илон Маск снова отжигает и продолжает спор по поводу Украины. В попытке доказать, что часть украинцев хотят таки быть с Россией, он продемонстрировал карту парламентских выборов 2012 года, где юго-восток страны голосовали за пророссийскую партию регионов. Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России. Но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно. Возмущенные украинцы в ответ показали карту парламентских выборов 2019 года, где вся Украина, за исключением оккупированного Донбасса, голосовала за партию действующего президента Зеленского. Первое хайповое заявление по поводу так называемых референдумов Маск начал делать несколько дней назад. Буквально за час под тредом Маска собралось около 40 тысяч комментариев. Большая часть прореагировавших на его твит не поддержали его. Маск предложил Украине отдать часть территории в обмен на мир. Тут есть наверняка целенаправленная работа, либо кто-то из людей с российскими нарративами. Но не только это. Это непосредственное влияние, видимо, в последнее время. Второй важный момент, который надо учитывать, и вот в вашем сюжете это хорошо показано. Маск явно человек спонтанных действий и спонтанных заявлений. Поддерживаете ли вы позицию спятившего миллиардера или наоборот? Считаете ее иррациональной? Напишите в комментариях. На этом у меня все. Напоминаю, самая актуальная и интересная информация в телеграм-каналах нехта. Поддержать нашу работу и развитие наших ютуб-ресурсов можно по ссылкам в описании. Призываю вас к активным дискуссиям в комментариях или, как минимум, поставьте лайк этому выпуску. Это позволит еще большему количеству людей узнать правду. Хороших ум новостей. Слава Украине. Живей Беларусь.